Президиум ЦИК постановляет утвердить следующее изображение герба Союза СССР. Москва, Кремль, 17 марта 1937 года. Утро красит нежным светом. Эта песня родилась 30 лет назад, ровно 30 лет. Но живет она с нами и сегодня, и без нее не представить эту удивительную эпоху 30-х годов. Героев 30-х годов часто называли романтиками, энтузиастами. Ну что ж, это очень хорошие, точные слова, отлично передающие дух того времени. Пишет в своих воспоминаниях журналист Георгий Александрович Жуков. Я не хочу наводить на эпоху нашей молодости хрестоматийный глянец. Нет, было всякое и радостное, и трагическое, и веселое, и неизмеримо тяжкое. Но в целом это было подлинно романтическое, упоительное время. Люди с собственными руками создавали то, что раньше казалось только мечтой. Страна отмечала свое 20-летие. 20-й год стояла у власти партия коммунистов. Через сражение гражданской войны, через борьбу с разрухой к социализму. И этот исторический рубеж был достигнут. Это были годы, когда страна все громче заявляла о притворении в жизнь своих дерзновенных планов. И самым выразительным становится язык цифр и диаграмм. За исходный пункт для сравнения обычно берется 1913 год, последний мирный год старой России. Промышленность. Пятое место в мире, четвертое в Европе. Год 1937. Второй пятилетний план был завершен досрочно, к первому апреля, то есть в 4,5 года. По ряду важнейших видов промышленной продукции СССР занял первое место в Европе и второе в мире. Первое в Европе, а не четвертое. Вот какова кривая этой диаграммы. Каждый день рождались рекорды. Имена передовиков знала вся страна. Иван Иванович Гудов, первый стахановец станкозавода имени Рженикидса, установил выдающийся рекорд. 9 тысяч процентов нормы. Страна встречает с новыми рекордами... Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что в ту пору вместе с рекордной производительностью выковывалась новая человеческая психология. Тот самый наш советский характер, который не раз удивлял и восхищал мир. Эти слова принадлежат Ивану Гудову. В деревне в ходе ожесточенной классовой борьбы было ликвидировано как класс кулачества. И многомиллионное крестьянство стало на социалистический путь хозяйствования. В 1937-м был собран рекордный урожай зерновых. Принимая иностранных рабочих делегатов, приехавших к 1 мая, Михаил Иванович Калинин откровенно говорил им. У нас не текут молочные реки с кисельными берегами. Нет этого. У нас государство трудовое. Это государство начало свою работу с нищенского существования, если наглядно выразиться, с хижины Робинзона. Так подойдите, посмотрите. Может быть, ошибок здесь много. Я это допускаю. Может быть, мы делаем не то иногда, что надо. Я это допускаю. Но я одно только хочу вам сказать. Создается пролетарский мир. Советский Союз – мекка для пролетариата. Прошел 20-й год советской власти. Вспоминая 30-е годы, я вижу перед собой множество людей, с которыми работал и дружил. Среди них большой редкостью были люди с постными лицами. Огромное большинство людей того времени было через край наполнено радостью созидания, творчества, энергией, безграничной верой в правильность того, что делается, искренней готовностью делать все, на что пошлет их партия, государство. И это были люди, а не ходячие манекены, как их иногда пытаются изображать. Это были люди со всеми человеческими слабостями и страстями, страданиями и радостями. В эту пору стремительного движения вперед, на фоне этого движения, многие личные огорчения или радости как бы растворялись в общих огорчениях, общей радости. Это были энтузиасты. Не одиночки-энтузиасты, а спаянный идеей и верой многомиллионный коллектив энтузиастов. Так писал недавно в книге о времени, о товарищах, о себе, член-корреспондент Академии наук СССР Василий Семенович Емельянов. Автор этой скульптуры Вера Игнатьевна Мухина писала, «Работая над группой, я ясно осознала ту ответственность, которую взяла на себя, представляя мою страну перед всем миром. Я сразу почувствовала, что группа должна выражать прежде всего динамику нашей эпохи, тот творческий порыв, который я вижу повсюду в нашей стране и который мне так дорог. Страна встречает 37-й. Говорит Москва, радиостанция РВ-1 имени Коминтернов на волне 1744 метра. Через несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. За нашу Родину! За героев Советского Союза! За доблестную Красную Армию! За чудесный советский народ! В новогоднюю ночь 37-го на первой странице правды был напечатан указ о присвоении звания Героя Советского Союза группе летчиков и танкистов Рабоче-Крестьянской Красной Армии за образцовое выполнение специальных и труднейших заданий. Лишь много лет спустя было обнародовано, что эти герои сражались в испанском небе и на испанской земле, действуя в рядах интернациональных бригад, выполнявших свой братский долг. Но уже в те дни все понимали, что есть прямая связь между этим указом и напечатанными здесь же рядом скупыми военными сводками из Мадрида о смертельных боях с фашистами. Советский журналист Михаил Кольцов, очевидец событий, написал мужественную и честную книгу «Испанский дневник». Мы цитируем строки этой книги. На глазах у всех, у всего мира, фашистские войска ворвались в Испанию и подступают к ее столице. Никто не препятствует им в этом. Молчит Лига наций. Спокойно и даже гордо сидят чиновники в Лондонском комитете. Человек, проводивший зиму 1937 года в Мадриде, будет всегда, даже к старинным полотнам Веласкеса и Риберы, мысленно пририсовывать бомбардировочную и истребительную авиацию. Мадрид обороняется от фашистского зверя. Он окровавлен, измучен этот чудесный город, но он свободен. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, но пассаран они не пройдут». Пламенные призывы прославленной дочери испанского народа Долореса Барури, легендарной пассажири. Испания была в прошлом колыбелью многих цивилизаций. Сейчас она стала полем, на котором решается для всей мировой культуры вопрос-вопрос о победе над фашизмом. Долореса Барури, легендарной пассажири. Долореса Барури, легендарной пассажири. Долореса Барури, легендарной пассажири. Долореса Барури, легендарной пассажири. КОНЕЦ Из воззвания французского писателя Ромена Роланна. Человечество, человечество, зову тебя. Зову вас, люди Европы и Америки, на помощь Испании, на помощь нам, на помощь вам самим. Если вы будете молчать, завтра ваши дети, ваши жены, все, что вы любите, все, что делает жизнь прекрасной и священной, погибнет в свою очередь. Не дайте погибнуть этим женщинам, детям, этим мировым сокровищам. Субтитры создавал DimaTorzok К нам, в Союз, на родину угнетенных всего мира, прибыли испанские дети, бежавшие от кровавых господ, в усволении Гитлера от фашистских бомб. Родители этих ребят отомстят за пролитую кровь испанского народа. Михаил Кольцов, испанский дневник. Дом. Трудно охватить воображением все величие этого сознания сейчас, когда человечество по всей планете бездомно. Балятся крыши, стены и заборы, нарушаются границы, врываются разбойники, фашизм делает народы бродячими в своих же странах. Поддерживая по традиции официальный культ великого Сервантеса, вчерашняя правящая Испания, Испания помещиков и монахов, банкиров и мистических философов, трактовала его книгу как трагическую и неразрешимую дилемму между идеальным рыцарем, аристократом Кихотом и обыденным затопезным плебеем Санчо, между поэзией и прозой, между прекрасной мечтой и вульгарной действительностью. Это была ложь, и прежде всего ложь о Сервантесе. Настали дни великих испытаний. Рыцарь печального образа и его друг, оруженосец, вступили в бой уже не с ветряными мельницами, ни со сказочными волшебниками. Самые жестокие, самые черные вооруженные силы 20-го столетия обрушили свой сокрушительный удар на мирную, неподготовленную Испанию. Мир присутствует перед славным поединком Дон Кихота. Сражается он за все человечество с врагами всего человечества. Его палец обороняет не только собственную землю, дом и семью. Она обороняет испанскую культуру, книги, идеи, свободу мыслить и творить. Испания-магнит для героев. Бойцы из 54 стран принимали участие в испанской войне и без колебаний проливали свою кровь, чтобы помочь отстоять свободу. Антифашисты, немцы, болгары, итальянцы, боролвшиеся против диктатуры Муссолини, французы, поляки, румыны, венгры. Среди них легендарный Лукач, имена советских людей Серова, Боланова, Кальзунова, Малиновского, Родимцева, Смушкевича и многих-многих других навсегда останутся в летописи борьбы против фашизма. Субтитры создавал DimaTorzok Еще в ноябре 1936 года Германия, Италия и Япония подписали так называемый антикоминтерновский пакт. Германия и Италия вели явную интервенцию в Испании, интервенцию без маски. Но и у Японии свои планы, планы прибрать к рукам Китай. Гаминдановские правители поставили Китай к 1937 году на грань экономической катастрофы. 7 июля радио «Всего мира» сообщило, что японский империализм развязал тотальную войну в Китае. В это время Чан Кайши и его приспешники продолжали вести ожесточенную войну с революционной армией и партизанскими частями, возглавляемыми коммунистической партией Китая. В момент, когда над Китаем нависла непосредственная угроза полного порабощения, необходимо окружить борющийся за свою свободу китайский народ живой симпатией и любовью и действенной моральной и политической поддержкой, писал в те дни генеральный секретарь Коминдерна Георгий Димитров. Советский Союз, несмотря на то, что все его прежние предложения отвергали с гоминдановцами, вновь выразил готовность помочь Китаю. И такая помощь была оказана. Сегодня маоисты, переписывая зановую историю тех лет, пытаются умолить значение интернациональной поддержки, которую сражающий за Китай получил от Родины Октября. Но, как и в Испании, здесь сражались советские добровольцы. Если враг обнаглевший посмеет перейти за пороги границ, страна социализма должна иметь 150 тысяч летчиков. Рабочий завод Аминжинского Николай Никитич Крупчатников внес предложение. Германский фашистский генерал Геринг, всем известная личность, заявил, что Германии нужно подготовить 70 тысяч летчиков. Я думаю, что на заявление фашистского генерала нам нужно ответить таким образом, чтобы мы в короткое время имели 150 тысяч летчиков. Они должны хорошо летать, высоко летать, далеко летать. Реализация лозунга «Молодежь на самолет» – кровное дело комсомола, его почетная обязанность в строительстве и обороне страны. И, едва получив паспорта, молодежь мчалась в аэроклуб. Буквально вся хроника 37-го пропитана воздухом авиации. Все хотели летать. Непременно летать. Летчики – им все внимание. О них писали газеты, пели песни, их снимали в кино. Ими гордились. Все бредили именами Водопьянова и Лепедевского, Громова и Кокенаки. Но был среди всех свой кумир, герой из героев. Самый смелый, самый сильный. Валерий Чкалов. Без этого имени, как без песни, нельзя представить себе эпоху. Валерий Чкаловский экипаж «Северный полюс» «Северная Америка». Это Чкаловский экипаж. Наши герои, верные сыны народа, писали в историю авиации еще одну славную страницу. Самолет поднялся в Москве и сел у мексиканской границы. Этот путь проделал Громовский экипаж. Побит мировой рекорд дальности полета без посадки. Летать. Непременно летать. Никогда еще до этого авиация не занимала в жизни советского государства такого места. Она вырвалась на мировую арену. 37-й. Это дерзкая идея завоевать Северный полюс. Начальник экспедиции академик Отто Юльевич Шмидт. Флагманской машиной командует Михаил Водопьян. Каждый километр давался трудом. Полюс. В 11 часов 35 минут московского времени вблизи полюса спустились на лед 13 человек. Шмидт не верил в примет. Вот она, ледяная вершина. Ледяной купол планеты. Радиограмма, подписанная Отто Юльевичем Шмидтом 21 мая 1937 года. Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в 20 километрах за полюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудольфа. Положение уточним. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных самолетов с грузом станции. Сбылась заветная мечта человечества. Теверный полюс завоеван большевиками. Победила организованность, сила, мужество замечательных советских людей. Красный флаг великой страны веет над полюсом. Это была эпоха, когда наша планета еще казалась необъятной. Советские люди завершали тысячелетний труд человечества по раскрытию ее тайн. Комсомольцы пели «Мы все познаем, найдем и откроем холодный полюс и свод голубой». А двое пионеров трехгорки обеспокоенно телеграфировали Папанину, Шершову, Кренкелю, Федорову, только что поднявшимся на крутую ледяную ступень Северного полюса, чтобы стереть последние белые пятна с карты земли. Оставьте нам хотя бы одно пятно. наивные, хорошие ребята. Они не подозревали, что впереди еще великое множество белых пятен на карте Вселенной, исследование которых останется и на их долю, и на долю их младших братишек. И не было радостнее праздника, чем День воздушного флота. Все ехали в тушу. Пройдет четыре года, и им придется лицом к лицу встретиться с коварным врагом, встретиться, выстоять и победить. Из воспоминаний авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева. В тяжелые и беспокойные дни и ночи и начала войны мысли невольно обращались к недавнему прошлому. Многие искали ответа на мучительный вопрос. Как получилось, что к войне наша авиация оказалась неподготовленной? Ведь все были уверены, что если завтра война, враг будет немедленно сломлен и разбит. Огромные достижения в области авиации вызывали не только естественное чувство гордости, но и порождали кое-у кого самоуспокоение. В полной мере последствия допущенных ошибок были нами поняты и осознаны почти через десяток лет после окончания войны. Только благодаря великой духовной и физической силе нашего народа, несмотря на все и всякие просчеты и ошибки, страна вышла с честью из трудного положения, пережила все трудности и жертвы, и увенчала свою борьбу великой победой. Та огромная сила, обретенная нами за годы строительства новой жизни, смогла спасти нашу родину. Это неоспоримо, это ясно всему миру. История советской авиации, это и история нашей страны. Ее путь, путь сложный, но всегда вперед и выше. по поводу прошедшей в 37-м году всесоюзной переписи населения французская печать писала, способность СССР развиваться является важнейшим историческим явлением 20-го века, подобным развитию Соединенных Штатов Америки в прошедшем столетии. За годы советской власти выросло качественно новое поколение рабочего класса. Оно и решало судьбу этого важнейшего исторического явления. Перепись показала, в СССР как ни в какой другой стране велика рождаемость, велик ежегодный прирост населения. В первые же минуты Нового года у Екатерины Николаевны Окентьевой, жительницы Загорска, родилось четверо близнецов. Сенсация года. Но, конечно, главная сенсация переписи. Число учащихся начальных и средних школ в 1937 году было в четыре раза больше, чем в Царской России. А в национальных районах число учащихся увеличилось в десятки и даже в сотни раз. Росла и армия специалистов с высшим образованием. В предыдущей переписи 1926 года для характеристики культурного уровня был один вопрос грамотен ли? Теперь же интересовали уже подробности среднее или высшее образование, в каком классе, на каком курсе. Училась вся страна и этому способствовала новая конституция. Избирательная кампания началась. Широкой волной энтузиазма прошла она по стране. В едином порыве народ выдвигает Верховный Совет СССР, единственный законодательный орган советского государства. И эти первые выборы войдут в историю как свидетельство великой победы партии, как свидетельство подъема во всех областях жизни. Это настроение подъема отразилось и в литературе, и в искусстве. Советские музыканты одержали блестящую победу на международном компасе пианистов в Варшаве. Яков Зак первая премия, Роза Тамаркина вторая, Гольдфарт девятую, Нина Емельянова почетный диплом. Едет в Париж МХАТ. Прославленные мастера сцены наша гордость показали свое искусство за рубежом. Да разве перечислишь все победы? Способность СССР развиваться факт очевидный в 37-м для всех. Интересные свидетельства о жизни страны в те бурные годы оставили иностранные писатели друзья Советского Союза. В 37-м нас посетил известный писатель-антифашист Леон Фейктвангер. Я пустился в путь в качестве симпатизирующего. Да, я симпатизировал с самого начала эксперименту, поставившему себе целью построить гигантское государство только на базе разума и ехал в Москву с желанием, чтобы этот эксперимент был удачным. Разумное начало, наложившее свою печать на всю жизнь Советского Союза, особенно ярко проявляется в величественном плане реконструкции Москвы. Пожалуй, нигде так полно и глубоко не раскрывается существо Советского Союза, как на модели будущей Москвы. Известно, что город с самого начала революции охвачен перестройкой, повсюду беспрерывно копают, шурфуют, стучат, строят, улицы исчезают и возникают, что сегодня казалось большим, завтра кажется маленьким. В официальном изложении проекта реконструкции города Москвы сказано, осуществление этого плана работ требует напряжения всех сил, но он будет осуществлен. Еще кругом рассыпан мусор и грязные балки, но под ними уже отчетливо и ясно видятся контуры могучего здания. Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать «Да, да, да». чувство безусловной обеспеченности, спокойная уверенность каждого человека в том, что государство действительно существует для него, а не только он существует для государства, объясняет наивную гордость, с которой москвичи говорят о своих фабриках, своем сельском хозяйстве, своем строительстве, своих театрах, своей армии. Но больше всего они гордятся своей молодежью. Эта молодежь является поистине сильнейшей статьей актива Советского Союза. «Да, эта молодежь распространяет вокруг себя заражающее чувство силы и счастья. Глядя на нее, понимаешь веру советских граждан в свое будущее». Народ, который еще 20 лет тому назад почти задыхался в нищете, грязи и невежестве, является в настоящее время обладателем высоко развитой промышленности, рационализированного сельского хозяйства, громадного количества новоотстроенных или до основания перестроенных городов и, кроме того, полностью ликвидировал свою неграмотность. Как крепко, уверенно, спокойно стоят они в жизни. Они чувствуют себя органической частью мудрого целого. еще в конце февраля, начале марта проходил пленум ЦК. Он обсудил доклад Жданова о подготовке партийных организаций к выборам и соответствующей перестройке партийно-политической работы. На пленуме выступил Сталин. В свой доклад он включил ошибочный тезис о том, что по мере упрочения позиций социализма классовая борьба в СССР будет все более и более обостряться. В 1937 году, когда социализм победил, формула об обострении и классовой борьбы, уже не годилась. На деле она послужила обоснованием и оправданием грубейших нарушений социалистической законности и массовых репрессий против партийных и советских кадров. Каждый день приносил победы на трудовом фронте, а где-то рядом стояла горе. КОНЕЦ КОНЕЦ Могли ли думать тогда, что это была не неизбежная смерть от тяжелой болезни, перед которой бессильны врачи, а смерть от пули, самоубийство, знак протеста против травли и унижения. Знак протеста против травли и унижения. Партия на 20-м съезде решительно осудила культ личности Сталина, который выражался в чуждом духу марксизма-ленинизма в возвеличивании роли одного человека, в отступлении от ленинского принципа коллективности руководства, в необоснованных репрессиях и других нарушениях социалистической законности, нанесших ущерб нашему обществу. Эти извращения, несмотря на всю их серьезность, не изменили природу социалистического общества, не поколебали устои социализма. Ничто не могло остановить движение страны вперед. О ней узнавал мир и все больше поражался ее успехом. 37-й это всемирная выставка в Париже. Впервые в истории на всемирной выставке «Страна социализма». Друг против друга стояли два павильона СССР и фашистской Германии. Два павильона, два мира. Перед вами кадры французской документальной ленты. Старый германский орел с распростертыми крыльями поместился на самой верхушке немецкого павильона, готовый броситься на добычу. Когда солнце поворачивается, тень этого павильона падает на павильоны соседних стран, чьи режимы испытывают на себе за последнее время влияние нацизма. Влияние нацизма Июль 37-го Это второй международный конгресс деятелей культуры, собравшийся в борющейся Испании. Конгресс, заявивший на весь мир «Нет! Нет фашизма!» из приветствия Альберта Эйнштейна. Единственным событием, которое в условиях, характеризующих нашу эпоху, способно поддержать в нас надежду на лучшие времена, является героическая борьба испанского народа за свободу людей и человеческих достоинств. Из выступления писателя Алексея Толстого. Никогда человечество не променяет свободу освобожденного труда на трудовые лагеря фашизма. А вот выступление Михаила Кольцова. Слушайте. Фашизм хватает мир за горло. Наступают решающие исторические часы. Писатели и все честные интеллигенты мира, займите свои места, поднимите забрало, не прячьте своих лиц, скажите, да или нет, за или против. Вы не укроетесь от ответа, отвечайте же, скорее. А тебе, благородный и трогательный испанский народ, тебе, окровавленный рыцарь печального образа, тебе наши помыслы и силы. Мы будем с тобой. И так же, как и ты, мы верим, что твоя однажды разогнувшаяся спина никогда не склонится перед угнетателем, что ты никогда больше не дашь погасить светильник своей свободы. На гербе Дон Кихота Сервантес написал «После тьмы надеюсь на свет». Эта скульптура теперь известна всему миру. Их шаг широк. Он устремлен вперед и ввысь. Это символ свободной молодости, которая поняла, что нет тех трудностей, которых не преодолеть. Это символ народа, построившего на одной шестой земного шара социализм. КОНЕЦ 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 В те дни Комсомольская правда писала «Огромный и героический путь достижения и побед, пройденный нашей Родиной за 20 лет существования советской власти, вот основной экспонат нашего павильона, который вызывает несомненное удовлетворение и радость у многих наших друзей и невольную дань уважения даже у врагов». Из воспоминаний авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева «Иной расскажется, что не было в прошлом поколения, на долю которого выпало бы столько испытаний и столько славы. Не только авиаторы стремились вперед и выше, весь народ поднялся к большим высотам, на наших глазах менялась страна, менялся облик людей, строй мыслей и строй жизни. В прожитые годы моя память всегда хранит окруженными орелом беззаветные революционные трудовой романтики. Верно, мы пережили трудное время. Люди нашего поколения вынуждены были отказывать себе во многом, экономить на всем, в том числе и на самых необходимых удобствах собственной жизни ради создания экономического и военного могущества своей Родины. Народ шел на неизбежные жертвы, выпадающие на долю пионеров, первыми прокладывающих дороги в будущее. В то же время он перенес и жертвы напрасно. Но слепому уподобляется тот, кто за тенью ошибок не видит света великих свершений великого народа. Особенно хочется, чтобы это понимала наша молодежь, понимала и ценила труд и подвиг отцов, созидателей и строителей, ибо ей, молодежи, довершать дела отцов своих. Шел 20-й год советской власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok